Я бы хотела себе и ухю, чтобы как дома были, я мечтаю. Я хочу себе отрадовать. Я сейчас хочу, чтобы вас увидел слово. Я мечтаю. Спасибо вам большое. Мечты сбываются. Большое-большое спасибо. Я верю, что мечты сбываются. Еще детьми мы знаем и принимаем как должное общечеловеческие ценности. Семья – это главное. Родителей нужно уважать и почитать. Относиться к друг другу с любовью и терпением. И так, вырастая, многие из нас вносят эти нравственные ценности в свою взрослую жизнь. По цепочке передавая это из поколения в поколение, мы учимся на примере своих родителей. К сожалению, нашим героям учиться в определенный период жизни становится не у кого. Не повини детей. Просто их родители прервали нравственную цепочку и пустили свою жизнь на самотек. А ведь так важно, чтобы рядом с ребенком был человек, с которого можно было брать пример. Пусть этим человеком сегодня будете вы. Как? Посмотрите нашу программу. Первое, что увидит ребенок, появляясь на свет, это лицо матери. Связь, рожденная в этот момент, зачастую становится неразрывной всю оставшуюся жизнь. И если даже она насильно обрывается с одной стороны, другая держит ее изо всех сил, своих воспоминаниях и мечтах. Владимир, скажи, что случилось в твоей семье такого, что полгода назад ты стал жить вне дома? Меня взяли, взял опекун, свою семью. Потом я ее не слушался, и она меня отдала в детский дом. Отказалась от меня. Казенное слово «опекун» вошло в лексикон нашего героя еще 8 лет назад. Тогда, когда он пятилетним остался без обоих родителей. Мама Володи скончалась, причина трагического ухода женщины неизвестна. А вот отец из жизни парня ушел самостоятельно. Как мама умерла, и мой дед не хотел, чтобы я жил с папой. То, что у него меня заберут, ты мне отдадут. И из-за этого моя тетя забрала у него. То есть родной отец просто отказался от сына. И с тех пор вообще в его жизни не появлялся. Скорее всего, кровный родственник был неблагополучным. Раз со стороны деда было принято такое решение. Владимир же в силу возраста тогда даже не помнит ни его имени, ни тем более лица. А вот образ матери живет в его сердце постоянно. Я сильно хотел к ней. И когда я ее на фотке видел, у меня тетя их забирала. Чтобы я их не видел и не плакал, она у меня их забирала. Но потом иногда мне их давала, я смотрел на них. Иногда ночью под подушку их себе ложил. Просыпался, смотрел на них. И вот так их в школу таскал, дома иногда оставлял. Мне не хватало маминой ласки. Как она меня обнимает. Как она меня обнимает. Ну, я хотел сильно к ней. И мне ночью снилась мама. На уровне инстинкта заложена в мальчике любовь к матери. Он не помнит, как перед сном она подходила к его кроватке и целовала. Кормила вкусной кашей и возила по улице в детской коляске. Но это было. Он уверен, потому что его мама не могла быть другой, говорит Владимир. Я мечтал, чтобы я жил всегда с мамой. Чтобы она никогда не болела. Была рядом со мной, с моей сестрой. И чтобы я был только с ней. В мечтах о маме мальчик упомянул о сестре. И она у нашего героя есть. Вместе с ней Володя и остался после смерти матери в доме ныне покойного деда. По его словам, жить у родней мамы они стали без официальных документов. Взрослые в силу определенных причин не смогли взять законную опеку над детьми. И по этой же причине Вова пошел в первый класс с большим опозданием. Якобы тетя нашего героя боялась, что там забьют тревогу и детей заберут из их семьи. А вот когда время для поступления в школу стало критичным, на семейном совете было принято решение передать Владимира уже под официальную опеку дальней родственнице. Старшей сестре Володе на тот момент исполнилось 18. Поэтому в детский дом в результате он отправился один. У нее эта дочка есть, и я с ней не так общался. И из-за этого она на меня злилась и не хотела, чтобы я у нее жил. Когда она на меня ругалась, я хотел сбежать от нее. Хотел убежать и больше не приходить к ней. Вообще, после смерти матери в течение 8 лет мальчик жил в нескольких семьях. Звучали имена Женя, Надя, Ира-1, Ира-2, дядя Саша. И связь между этими людьми была кровной. Получается, что у нашего героя большая родня, которая по очереди брала на себя заботу о парне, причем неофициально. И в этом калейдоскопе взрослых в результате ему не нашлось места. Я не задумывался, что я могу попасть в детский дом. Потому что я думал, что я всегда буду дома жить. Жизнь непредсказуема, и угадать настроение судьбы практически невозможно. Спустя годы с этим утверждением, безусловно, согласится наш герой. Который на себе смог почувствовать, как в одночасье меняется жизнь после внезапного ухода самого близкого человека. Как многочисленная родня, словно команда футболистов, пинает мяч из одних ворот в другие. В итоге забивая его в душу ребенка. И судьба пишет на табло. 2-0 не в пользу нашего героя. Если мама была бы рядом, она бы не отказалась. А если бы были чужие люди, они бы отказались, потому что я им не родной. А маме я родной. И она живет только ради меня. Володя добродушный, спокойный и открытый мальчик, увлеченный спортом, которым стал заниматься еще дома. Это говорит о постоянстве и усердности ребенка. Он дружелюбный и веселый, поэтому быстро нашел контакт со сверстниками. И очень хочет не отставать от здешних мальчишек, которые лихо крутят педали своих велосипедов. Давай теперь расскажем о том, о чем ты мечтаешь сейчас. Я мечтаю на день рождения получить себе велосипед трюковский. В нашем проекте говорят дети. И если диалог звучит вне стен отчего дома, значит мечта, озвученная в завершении разговора, адресована вам. Тому, кто смог услышать и понять трагедию ребенка из детского дома. Наберите наш номер. Станьте сегодня волшебником для Владимира Мигунова. На большой, красивой и зеленой территории в городе Астана расположен коттеджный городок. 14 комфортных и уютных домов стали родными для тех, кто не по своей воле был лишен своего домашнего очага. Деревня СОС – модель семейного устройства, которая зарекомендовала себя только с положительной стороны, собрала под своей крышей 61 ребенка. Здесь они живут с семьями, с названными мамами. Благодаря такой альтернативной форме воспитания у детей есть возможность воспитываться и расти в почти домашних условиях. Более подробно об этой модели мы уже рассказывали, когда знакомили вас с позитивной, открытой и очень радушной Гаухарумбетовой. Тогда, в своей истории, девочка очень много говорила о своей подруге, которая поддерживала ее в приюте. Они вместе и пришли к порогу этого замечательного дома. Поэтому вполне естественно будет сегодня услышать Земфиру. Давай начнем с того, что как ты пришла сюда, в детскую деревню? Ну, так как у меня, от меня, от нас с братиком отказался папа, а мама, она погибла, умерла. Нас впервые повезли в приют. Ну, мы там жили недолго. Затем к нам приехала наша мама-воспитательница. И она с нами разговаривала, чтобы... И затем нас повезли в детскую деревню сюда. Трагический удар судьба нанесла нашей героине в возрасте 7 лет. Было лето. На улице стояла прекрасная погода, и семья решила поехать отдыхать. По словам очевидцев, в воде женщине стало плохо. Спасти ее не удалось. Все, что помнит сама Земфира, это то, как она кричала и плакала. Именно этот крик и будил ее долгое время по ночам. В тот злополучный день без матери остались сразу три ребенка. У Земфиры есть младший брат и старшая сводная сестра по матери. Затем как-то прошло немного времени, и мы с этим смирились. Уже поделать нечего, слезы не помогут уже. Но все же как-то появлялась во сне, даже у меня появлялась мама каждый раз. И один раз я с бабушкой спала ночью. И как-то раз мне приснилась мама, что она выпрыгнула с окна. И знаете, я очень орала дома, и меня бабушка успокоила. Я просто думала, что это как... Просто орала, и я вообще думала, что это во сне все. Но я кричала наяву, на весь дом, что все проснулись от того, что уже мамы нету, и не чувствуешь теплоты рядом. Атмосфера тепла и заботы в доме у Земфиры всегда ассоциировалась именно с мамой. Сейчас лишь фрагменты всплывают в памяти. Мамины руки в тесте, стирка в большом тазике детских вещей, игры во дворе и теплая ладонь на лбу. Когда я болела, поясняет девочка. Ушло за ней все. Забота, теплота, ласка, которой нам не хватало. Папа, конечно, тоже был в расстройстве. Мы все вместе плакали. И очень как-то не хватало, прям мамы рядом. Мамы не хватало не только на эмоциональном уровне. Естественно, что и семейный уклад вынужденно поменялся. За быт полностью стал отвечать мужчина, который в одночасье стал отцом-одиночкой. Домочадцы сразу почувствовали дискомфорт. Папа с домашними обязанностями справлялся плохо. Тогда в дом и постучали представители органов опеки. Но незваные гости пришли не в первый раз. И если прокрутить пленку в проекторе воспоминаний нашей героини назад, то мы увидим, что на контроле семья Халиловых была еще до смерти матери. Ну, у нас до этого навещали каждый раз. И проверяли, как в обычных фильмах проверяют же, чтобы детей не отобрать, если дома что-то не так. Ну, раньше у нас папа пил. Ну, так можно сказать, каждый же употребляет алкоголь. Ну, и, наверное, органы опеки решили нас забрать, потому что думали, что наш отец тут снова уйдет в опьянение. То есть, со слов девочки, можно сделать вывод, что изначально благополучной семья не считалась. Отец регулярно пил, мать терпела и потакала мужу. Что на самом деле в тот день стало причиной трагедии, нам тоже доподлинно неизвестно. Ясно одно – видимое семейное счастье лопнуло, как мыльный пузырь, как только не стала хранительница очага. Именно мать раздувала, как могла, в нем огонь, который мужчина сразу же затушил после ее ухода. Мы сами не поняли, почему. Но я знаю, папа от нас отказался, потому что ему было трудно уже с нами. Ты сейчас взрослый человек уже, и, в принципе, можешь рассуждать по-взрослому, оценить поступок папы, вот твое отношение. Ну, с одной стороны, это нормально, потому что он уже не мог бы справиться так и так с нами. И, с одной стороны, он мог бы приложить все усилия для того, чтобы оставить нас, если бы действительно ему это бы хотелось. Оставшись без матери в таком возрасте, дети интуитивно ждали поддержки отца. Им казалось, что вот теперь папа должен мобилизироваться и вспомнить о своих обязанностях, которые долгие годы спихивал на мать. Но мужчина оказался слабее своих пагубных привычек и трусливо подкинул детей государству. Когда нас забрали, он приезжал к нам, он нас забирал. Также потом нам сказали, что отказался он от нас, и все. Тогда он больше не стал к нам приходить. То есть он написал официальный отказ? Да. Вот когда тебе сказали? Я читала это в своих документах. Что почувствовала ты в этот момент? Ну, с одной стороны, это было очень обидно. То, что отказался от нас вроде как родные ему. Я каждый день верила, что он заберет нас, то, что мы уже не будем там жить. У нас будет все как прежде. Но потом, когда я узнала, ну, конечно, я очень, как любой другой ребенок, была в расстройстве тоже. Сидела и думала, почему, почему. Потому что я так надеялась на него. Потому что я же братику ничего не понимала. Он был маленьким. А я все верила, надеялась. Но потом уже как-то я смелилась с этим, то, что уже точно ничего не поделаешь. Он написал, а что он может сделать теперь. После официального отказа стало ясно. Отец вычеркнул детей из своей жизни. Мужчине стало абсолютно все равно, что после определения статуса его сын и дочь попали в приют, где очень долго адаптировались и приходили в себя от потрясений. Где буквально каждый день смотрели в окно и ждали. Вдруг папа передумает. Где маленькая Земфира, вынужденно повзрослев, старалась успокоить братика. Чего остро не хватало вот тогда? Семьи, наверное. Как и другому любому ребенку тоже не хватало. Было завидно, когда они с родителями. Но как пришлось привыкать к этому. Со временем привыкла. Наверное, немного есть такое чувство, что детства не хватает. Как это не хватает детства? Не хватает внимания родителей, так же, как гулять с ними, да? И играться тоже с ними. Ну вот, получается, нет родителей, нет и детства моего. Четкая и емкая Земфира сейчас обозначила роль родителей в жизни ребенка. Если образно, то цветной мир – это с ними. Черно-белые тона – это цвета одиночества. Разбавить неприглядную палитру очень сложно, но возможно, при участии добрых, внимательных взрослых. Именно такой человек и появился на пороге приюта. Названная мама из деревни Сос забрала Земфиру с братом в свою семью, где дети сейчас и живут. Именно в этой семье случился прецедент преемственности, когда на смену безвременно ушедшей женщине пришла ее дочь. Это выбор детей, ведь они изначально считались родными в большой семье воспитателя. Поэтому ребята с легкостью приняли знакомого человека, который с честью продолжает дело своей матери. И главное – искренне любит, заботится и поддерживает во всех начинаниях. Я люблю заниматься танцами и вокалом. Я очень люблю танцевать. Когда я даже была в приюте, у нас было всегда зеркало. Я всегда остановилась и пела, и одновременно танцевала. Знаете, это было всегда. И мне сказали, ты прирожденный танцор. В будущем, вот сейчас, как я закончу школу, хорошо ставлю себе экзамены на аттестат свой. И потом я буду готовиться к экзамену, чтобы поступить в колледж гуманитарный на профессию дошкольного обучения. То есть я буду работать с детишками в детском саду. В будущем ты решила стать воспитателем. Ну, я думаю, что будут звать тебя не Зимфира, а Зимфира Олеговна. Зимфира Олеговна. Ну что ж, Зимфира Олеговна, я тебе предлагаю сейчас сказать то, о чем ты мечтаешь на данный момент. На данный момент я мечтаю, как и любой другой подросток, что-нибудь для красоты. Ну, например, для того же самого визажиста набор косметики, чтобы он красил людей. И вообще я очень люблю краситься. Поэтому и очень хочу, например, мечтаю о косметике такой профессиональной. Вот так. Мечта твоя не случайна. Я знаю, что с девочками вы очень часто выступаете, принимаете участие в массовых мероприятиях, на концертах. Ты любишь заниматься мейкапом. И, возможно, в будущем, да, это будет еще дополнительной твоей профессией. Лично я, как девочка, девочку тебя понимаю. Поэтому думаю, что вот мечта твоя обязательно воплотится в реальность. А еще я желаю, чтобы все твои мечты обязательно стали реальными. Воплощая мечту ребенка, мы таким образом выражаем свою поддержку и дарим веру в то, что, несмотря ни на что, он не остался один. Я думаю, что это нечестно. Это очень нечестно отнимать у ребенка мать или же отца. Это вообще нечестно. Ну, жизнь была сюрпризом. Надо жить дальше. Если вы услышали нашу героиню, звоните. Телефон горячей линии на экране. Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми. Слова Оскара Уальда. Понятие счастья для каждого взрослого индивидуально. Но вот для детей, живущих за казенным забором, оно одно – это семья, дом, любящие и понимающие родители. Возможно, сейчас наши герои лишены этого. Но в наших с вами силах помочь им избежать ошибок своих близких и в будущем обрести счастье. Для этого необходимо сейчас услышать и по возможности поддержать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!